Важней всего погода в доме. В этом семье Анастасия и ее брата Константина из Немчиновки не сомневаются. Живут дружно под одной крышей с 96-го года, но последние несколько лет недоумевают, что делать с погодой за окном. В полдвенадцатого у меня мама стала посуду зарядить, а из-под двери с той стороны идет поток воды. И уже естественно истерик, там попытались что-то спасти, но в дом выходили через окно. В доме на улице Нагорная в ночь с пятницы на субботу вода поднялась почти на полметра. События развивались стремительно, справиться со стихией своими силами у жильцов дома не получилось. Все вытащили еще мы отсюда. Еще не дошли руки до них сюда. Это грязь была? Конечно, вот это грязь была, то что здесь. Вот, это все вот это вот было. Она где-то вот здесь вот вода была. Пол, замененный год назад. Бытовая техника, мебель, ливневые потоки не пощадили ничего. А самое главное, пострадал фундамент строения. Дом, скорее всего, придется перестраивать. Выбираемся вниз руками, выгребаемся сюда, переходим с тачкой. Бывает один раз, а бывает два раза с тачкой. Везем на помойку. Специалистом по ливневой канализации Константин стал поневоле. Чтобы предотвратить затопление, он регулярно своими силами расчищает путь в воде. По мнению жителей, забитая ливневка – главная причина всех бед. Если глобально решить проблему, чтобы больше этих затоплений не происходило, это, конечно, наладить систему ливневостока, чтобы увеличить трубы, проложить гораздо большего объема, потому что они же там сужаются. И вот этот весь поток идет, и он затапливает не только нас, он в полномчиновке затапливает. Страдает много людей от этого. Специалисты заверяют, трубы ливневой канализации в селе проложены по проекту. А вот выпавшие осадки – аномальные. С таким количеством воды ни один сток не справится. Все трубы заложенные, они проектные. То, что такое случилось, ну, во всем виновата погода, как я считаю. Но жителям Немчиновки мы всегда помогаем, всегда рады, когда они обращаются к нам. И мы с инициативной группой по Немчиновскому пруду на контакте, на постоянном находимся. И реагируем в течение суток на все их обращения. А пока жильцы дома на улице Нагорная продолжают наводить в доме порядок и собирают подписи соседей, также пострадавших от затопления, а это более 10 домов, чтобы совместными усилиями не допустить повторения потопа.